Уважаемые школьники, мы начинаем уже обзор в дистанционном формате. Ну, я думаю, что это очень близкая и современная форма. Первое, то, что мы сегодня смотрим, это очень интересная работа, называется «Использование полезных сквозь ягеля в народной медицине». Работа ученицы прибылых Валерии. Она учится в Оренегурской среднеобщепризывательной школе Лаевского улуса. Очень далеко расположена от Якутска, но довольно интересная работа. В чем основная суть этой работы, не касаясь того, что она сама поставила задачу использования полезных свойств, по сути, это поиск той рецептуры, которая есть сейчас в народной медицине. Вот пройдут годы, и многие эти рецепции будут утеряны. И вот именно соотношение, сколько чего, каких веществ, какие вещества добавляются – это очень-очень важная, можно сказать, большая научная задача. Может быть, через лет 50-60 вообще никто не сможет рассказать такие рецепты и не рассказать о той продукции, которую делали сейчас, по сути, многие бабушки и дедушки, которые еще владеют. Но вот молодежь, что это делает, это очень великолепно, и она очень будет зафиксирована. Работа посвящена тому, что Валерия поставила очень интересную задачу, как и чем лечились наши предки. То есть она житель Лаеви и о народных методах знает только от своих предков, от бабушки. Ну и что захотела – она изучить полезные свойства ягеля. Она различные методы, изменила, конечно, поиск материала, аналитика, литература, опрос и квитирование. Но все-таки самая главная суть – то, что она, во-первых, узнала, какие объекты здесь рядом, изучила лишайники. И самые ключевые виды, которые она начала изучать – это кустистый лишайник – исландский мох, цитралия исландская. И потом второй вид – оленьий мох, это, значит, ладония оленья, как она назвала. И третий вид – пертигера – пузырчата. Это три самых распространенных видов вообще и в Якутии в целом, наверное, и у них в Аллайхе. Поэтому они самые распространенные, самые массовые и одновременно они самые используемые в жизни. Ну, она очень хорошо показала, как строение тела лишайника – это симбиоз. Поэтому целых два организма она все это расписала. Она расписала про народную медицину и, конечно, наиболее важные свойства лишайника – это антисептические свойства. То есть то, что сейчас очень актуально, потому что антисептики и борьба с вирусами – это сейчас очень актуально. Ну, и, конечно, в старину и сейчас это очень важно. Ну, дальше, что она узнала, какие органы тела наиболее используются, ну, то есть для каких органов тела наиболее используются вот эти лишайники. Ну, и она выяснила, что для органов дыхания, пищеварения и для укрепления иммунитета эти растения используются. На самом деле спектр может гораздо шире. Вот, в частности, многие лишайники используются в пищевой промышленности для того, чтобы антисептические свойства такие для пищевых продуктов были тоже применены и увеличилось, например, время, когда продукт сохраняет свою свежесть. Ну, и что она узнала? Она узнала полезные свойства ягеля, какие вещества образуются, особые лишаи нефрокислоты. Ну, и, конечно, все антибиотические действия, они антисептическим обладают. Ну, и узнала, что наиболее такая важная кислота – это усниновая. Это очень сильный антибиотик, который, конечно, во многом помогает сохранить здоровье на севере. Вот различные еще витамины имеются. Ну, конечно, основное масло слоевища, это лихеин образует. Все это она узнала, конечно, из источников известных, из книг. У нее есть список литературы. Это мне очень понравилось, что она умеет делать ссылку. И вот начались все самые основные рецептуры. Первый рецепт – она приготовление твара из ягеля для укрепления иммунитета. То есть она тут четко пишет 2 столовых ложки сухого измельченного ягеля. И она его заливает двумя стаканами холодной воды. Вроде бы вот мелочь такая – 2-2, но вот такая пропорция уже народная сформировалась. Конечно, тут можно с позиции официальной медицины много спрашивать, почему 2 в 2, а не 2 в 4 и так далее. Но это то, что зафиксировала Валерия от бабушки, тот опыт народный, который уже вот она зафиксировала. Дальше расписывается ее технология. То есть на водяной бане, как охлаждается, как твар получается. И самое, что пишется сколько раз пить, курс лечения и так далее – это уже ближе к медицине. Хотя здесь нет медицинских аспектов, потому что не прослеживается, как больные болели, какие у них там были показатели. Это вот ближе к биотехнологии, это что-то на стыке биологических и хозяйственных наук, но в принципе это вот из той сферы, где она расписывает, как это все осуществляется. Вот второй рецепт. Уже делают кисель из ягодок. То есть, соответственно, уже там добавляются очень многие другие ингредиенты. И здесь есть уже такая процедура, как надо варить, потом охлаждать и так далее. Соответственно, конечно, я вижу, что немножко рецептура, может быть, не совсем детально расписана, но в текстовой части у нее тоже это все, более-менее, все расписано. Третий рецепт – она делает отварив уже с молоком. То есть для лечения и заболеваний верхних дыхательных путей. Это тоже специфический рецепт. Одна столовая ложка сухого мха заливают одним стаканом холодного молока. Ну и дальше уже опять же тоже печенье, процеживание и дальше отвар. Вот такой отвар используется при простудных заболеваниях, при сильном кашле, ангине, хроническом бронхите и так далее. То есть, соответственно, она уже узнала, какие заболевания, как пить, сколько один раз в день перед сном рекомендуется. Четвертый рецепт она бабушкин тоже расписывает – при лечении кашля и при тиберкулезе. Видите, тиберкулез уже для многих это вроде как-то болезнь, которая давно исчезла, но вот в сложных условиях она может обостряться. Поэтому здесь вот расписывается прямо в граммах, сколько сырье, сколько надо пить, пить и так далее. То есть, говорится о том, что эффективно этот отвар при борьбе с тиберкулезной палочкой, при коклюше и так далее. Но это, опять же, народные наблюдения. Пятый рецепт она предлагает нам – отвар из ягеря, студень. И то же самое здесь расписана рецептура, и все прямо наглядно, красиво показывает. И все самое у нее ценное – она показывает именно из своей работы. То есть, видно сразу, что вот ее руки, пишет пятый рецепт, показывает кастрюли, отвары. Это увеличивает доказательную базу. То есть, уже по презентации она очень хорошая. Видимо, они вместе с родными – это ничего страшного, надо помогать. Тем более, Валерия в восемнадцатом году в пятом классе. Сейчас она седьмой классу перешла только. Конечно, я считаю, что помощь родителей в этой части, в оформлении, она очень хороша. Но когда человек поступать будет, то, конечно, надо, чтобы она показала большую самостоятельность. Ну, она даже узнала, какие противопоказания есть, народные существуют. Ну и вот это, после того, как она завершила такую биотехнологическую часть, в дальнейшем она перешла на анкетирование и тоже показала, что кто знает, кто не знает. Но здесь, оказывается, общий узнаваемость где-то 50 процентов. И какие ответы кто-то знает, вопросы более легкие, там почти 100 процентов все знают, а какие-то более сложные, меньше 60 процентов. Ну, и в конце она делает заключение, что, в принципе, она узнала эти традиционные методы и пришли к выводу, что очень много полезных свойств. Но я вот добавил в заключение, что она что сделала, она непосредственно зафиксировала технологию и рецептуру всех отваров и перевела бы ей, что вот составление киселя, отвара, остудения. То, что вот я примерно рассказал, это и есть ее, как бы, элемент новизны. Она зафиксировала документально. И эту рецептуру можно уже записать. Уже другой вопрос, признает ли официальная медицина за полезную или бесполезную эту рецептуру. Но народ этим пользуется. То есть вот по сути, суть ее работы состоит в том, что она смогла эту рецептуру нам довести. Есть использована литература, но сразу видно, что это литература общего плана. И вот этих рецептов больше нигде нет. Я, честно говоря, знаю, что есть литература с области ботанической литературы, лекарства на растения. Там есть определенные направления по рецептуре, по соотношению. Но чаще всего это вот такой степень детальности обычно не делают в научной литературе. Потому что научная литература все равно связана тем, что надо доказать, что именно нужно сдать 20-50 грамм. Потому что медицина это достаточно очень жесткая система. И вот точность и аккуратность, там именно повторяемость эксперимента, она довольно высокая. Народная медицина в этом плане, конечно, по степени доказательности пока не дотягивает, но знать, что это где используется, очень важно. И Валерия нам это где-то рассказала. Я думаю, что ее результат высоко оценили, и она приумела в работе, и вот рецептуру, особенности сравнений могла бы работать свою повыше тем, что какую-то аналитическую часть в литературе поискать придется. То есть вот то, что пять рецептов нашла, это хорошо. Но можно пойти по пути экстенсивности, то есть найти не пять, а побольше. Я чувствую, что бабушка, наверное, у нее большой кладезь таких рецептов. И, наверное, в селе, наверное, кое-кто, который дополнительные рецепты знает. Поэтому такое пожелание, чтобы она, первое, это, возможно, расширила рецептуру, а второе, это поискала литературу, где вот такие народные рецепты есть. Это может быть не только народы Якутии, это может быть народы из других субъектов Российской Федерации, в Север-Арктике, и можно было там поспрашивать. Вот у меня такой обзор. Молодец, Валерия, что она все это дело нам осветила, и хорошо, чтобы это направление она дальше продолжила. Редактор субтитров А.Семкин